О чем мы говорили? Разбудил, берете огнетушитель и применяете в действии. Срывается кломбочка, выдергивается предохранительное колечко, направляется на очаг и нажимается на рычаг. Такой сценарий ваших действий актуален, если у вас дома А есть автономный пожарный извещатель, Б огнетушитель. Но если вспомнить статистику, в нашем регионе больше частного жилого фонда. Это 67% деревянных домов. В 25% случаев погибшие на пожарах на момент возгорания находились в состоянии сна. Вывод напрашивается один. Нет ни датчиков, ни средств пожаротушения. Еще один сценарий – обрабатывать поверхности жилища специальными огнезащитными растворами. Один из домиков был подвергнут огнезащитной обработке, второй был без обработки. Тот домик, который был подвергнут огнезащитной обработке, он имеет более длительные процессы горения. То есть он дольше горит, то есть дольше сохраняется конструкция и не обрушивается. Производится обработка и чердачное помещение таким образом удается сохранить. То есть если даже и короткое замыкание провод где-то что-то там замкнул, получилось какое-то небольшое локальное горение, это не приведет к пожару, просто дерево немножко обуглится. Там химические процессы произойдут соответствующие, произойдет затухание этого пожара, который там в минимальном своем составе получился. Еще один момент практической части брифинга – применить огнетушитель по назначению – порошковый или углекислотный. Уже 11 человек мы потеряли на пожарах. В большинстве случаев можно было бы избежать этой гибели, если бы места проживания погибших были оборудованы специальными средствами раннего обнаружения и оповещения пожара. Это тема нашего сегодняшнего собрания. Об этом говорили уже за круглым столом и тоже разбирали ошибки на конкретных примерах. 45 секунд от возгорания елки до открытого горения всей комнаты. То же касается неотключенных от сети зарядных устройств. Новые вышли правила предпожарного режима в Российской Федерации. Здесь также черным по белому прописано, что нельзя оставлять в дежурном режиме электроприборы. Белорусских коллег наших правил более подробные. Здесь дописано на фоне вот тех нормативных постулатов, что называется. Здесь прописано. А также не забывайте выключать зарядные устройства мобильных телефонов. В минувшем году в Мордовии установили 462 автономных пожарных извещателя. Алена Москалева, Константин Соколов. Наши новости. Алена Москалева, Константин Соколов.